Всем привет, с вами InformTV. История любви двух звезд советского кино Анны и Александра Самохиных сама по себе достойна фильма. Когда взрослый мужчина ухаживает за красивой юной девушкой, это часто заканчивается ее разбитым сердцем. Но в истории семьи Самохиных все случилось совершенно иначе. Анна Подгорная была известна под амплуа роковой красавицы. Один лишь ее взгляд был способен покорить сердце мужчины, а красотой актриса могла сравниться с прекрасной принцессой. Но родом она вовсе была не из королевской семьи, а из простых рабочих. Ее родители жили в общежитии, где маленькой Ане приходилось спать вместе с сестрой на матрасе на полу. Отец работал на заводе и много пил. Скандалы в доме Подгорных были привычным делом. Когда будущей актрисе было семь, отца не стало. Вскоре после этого семья получила комнату в коммуналке, и девочки наконец-то стали спать на настоящих кроватях. В первом классе мама отдала Аню в музыкальную школу. Она делала успехи и уже в 14 была принята в Череповецкий народный театр. Через год она поступила уже в театральное училище Ярославля. Первая любовь Ани случилась, когда той было 14, но избранник будущей актрисы, бывший одним из ее ровесников, переехал и чувства быстро прошли. Когда юная актриса поступила в театральное, ее сердце было совершенно свободно. И неудивительно, что его быстро занял 24-летний Александр Самохин. Он был первым красавцем и самым популярным парнем в училище. Аня влюбилась в него с первого взгляда, но даже не решалась подойти к взрослому и уверенному себе парню. Сначала и сам Самохин не обращал на нее внимания, но все изменилось, когда сестра привезла Ане модные вещи – босоножки на высоком каблуке и стильную бархатную юбку. В них актриса выглядела первой модницей. И неудивительно, что на нее сразу же начали обращать внимание сокурсники. Одним из них стал и Самохин. Александр стал каждый день провожать ее после занятий до дома, а потом шел к себе на квартиру, где жил во время учебы. Скрывать свои отношения они не стали. Очень скоро о них узнали как преподаватели в училище, так и родители. Мама Ани поначалу восприняла ухаживание в штыки, а дочери сказала, что выгонит ее из дома, если та нагуляет ребенка. Но, вопреки сомнениям родителей, Александр относился к возлюбленной очень бережно и не переходил границы. Когда Ане исполнилось 16, Александр сделал ей предложение. Они поженились, и Аня взяла его фамилию, под которой впоследствии станет известно всей стране. Вначале они жили в мире и согласии. В 83-м в их семье появилось пополнение. Дочь назвали Александрой в честь папы. Но постепенно отношения актеров стали портиться. К началу 90-х они становились все хуже, а в 94-м пара решила разойтись. Александр утверждал, что его жена была меркантильной и подала на развод только потому, что заболела звездной болезнью и перестала довольствоваться скромными заработками супруга. Аня ушла от Александра к бизнесмену Дмитрию Коннорову. Он владел кафе в Санкт-Петербурге и жил в полном доставке даже в тяжелые 90-е годы. А актриса, по словам бывшего мужа, польстилась на богатую жизнь. А вот Аня объясняла причину развода по-другому. Она говорила, что с бывшим мужем их развело банальное несовпадение характеров. Тем более, что после развода им удалось сохранить довольно хорошее отношение. Александр даже принимал участие в бизнесе, который Аня вела с новым возлюбленным. К сожалению, в 2009 году Самохиной был поставлен неутешительный диагноз. Бывший супруг остался до конца верным своей любви. Он навещал Анну в онкологическом диспансере и проводил бывшую жену в последний путь, когда ее не стало. А как вы считаете, правильно ли сделала Анна, что польстилась на богатство и не осталось с Александром? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Удачи!